вот такие бруши из эпоксидной смолы я работала с спиртовыми чернилами и чернилами для петри вот такой результат у меня получился я уже смешала смолу согласно инструкции смола на жидкая и сейчас я распределю немного по разным стаканчиком 1 это будет белая смола закрашенная плотным красителем и чуть-чуть совсем для глиттера для блесток все и добавляем на что-то белый краситель плотный я добавлю где-то 4 капли теперь надо перемешать и просто посмотреть какой цвет если просить или мало и смола получается полупрозрачная то конечно добавляем еще достаточно сюда добавлю немного наверно вот такого цвета совсем чуть-чуть потому что получится очень плотно плотный цвет будет опять же таки всегда легче добавить чем потом каким-то образом это все убирать даже не блестки это вот просто синий такой полупрозрачный краситель но опять же таки полупрозрачным будет исходя из количества вот что-то такое вот даже мало я наблюдаю еще и также очень важный ингредиент сегодняшние заливки это вот такие чернила для петри и и вот так алкогольные чернила несколько цветов сначала выливаем немножечко чернила украшенных синих дальше добавляю остальное пространство заполняю прозрачной смолой сейчас она растечется до конца и добавлю вот такие чернила чернила для петри просто буду капать их сверху какая красота случилась поэтому будьте осторожны дальше аккуратно либо тонкой струйкой либо по каплям добавляем белую нашу смолу и 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 Это белые чернила, но они все равно требуют того, чтобы они белые основы с плотным красителем. Музыка обыкновенные блестки купленные в магазине для дизайна ногтей действительно ничего особенного рассыпаем их аккуратненько дальше выливаю прозрачные добавляю немножко цвета и беру чернила давайте возьмем розовые розовый код и я еще добавлю белые посмотрим как они будут играть вместе капельку еще вниз так темней так и снова добавляем белые плотные все теперь нам осталось дождаться когда наши высохнут формочки и будем делать демолдинг вот такая красота уже получается уже прям не терпится посмотреть что же выйдет все ли правильно я сделала теперь это все остается до завтра прошли у нас практически сутки смола уже застыла полностью и сейчас буду производить демолдинг смола еще не совсем застыла гнется под руками кошечка у нас чашечка прямо нащупнется еще не до конца застыла цветочек такой интересный необычный цветок получился дельфинчик дельфинчик еще совсем мягкий такой дельфин калибри так сердечко оно такое большое объемное конечно не брошь это больше это брелок наверное на ключе для броши конечно форма очень большая будет вот что вот что у нас тут получилось так и лапка а сейчас более близко покажу что получилось что мне нравится что не нравится и будет интересно увидеть в комментариях что вы думаете что вам нравится что не нравится какие получились брошки какие нет и начну с бабочки ну получился эффект не совсем тот которого я ожидала но мне очень нравится вот эти нежные вот здесь вот голубые краешки вот не могу сказать что как-то рисунок сильно читается но смотрится очень нежные аккуратно вот такая брошь с легкими оттенками голубого мне это все очень нравится вот такая вот нежность получилось вот так смотрится сбоку так смотрим лапку лапка мне кажется тоже здесь конечно многовато мне кажется белого но в общем то очень неплохо она смотрится такая веселая забавная с блестками цветочек мне кажется получился очень интересный такие необычные цвета вот эти красные пятнышки это как раз спиртовые чернила когда они оседали оседали неравномерно да вот здесь и больше здесь может быть как-то вот так брошь носить здесь вот по краю очень красиво легла краска такие прям мелкие мелкие точечки вот очень красиво вот такие они вот такой получился рисунок на такой довольно интересный здесь я замешивал два цвета теперь у нас чашечка очень интересно легли блестки они как-то здесь все сконцентрировались и вот конечно рисунок на чашке очень красивый получился такой многослойный 3d сверху тоже очень красивый когда белая краска падала что нас осталось дельфин но дельфин прямо скажем не очень-то получился то есть слишком много вот этого синего мало белого вот здесь вот он проступает ну как возможно да имеет место быть ну скажем так я не очень довольна этим результатом так что у нас калибре калибре тоже получилось очень интересное здесь вот видны узоры вот они тут переходы не видно абсолютно блесток который я вот в носик с и добавляла до в крылышком блестки куда-то совсем пропали ну вот сама птичка мне очень нравится рисунок очень красивый получился у нас осталось сердечко но кстати вот в принципе не такой уж толстый получилось на ключи повесить или в машину на сумку вот самый раз лампа отражается тоже получилось очень интересно за счет форму белой краска у нас белая смола сюда с упала все на в центр но смотрите какие красивые линии тут получились как будто какие-то нити и вот они спиртовые наши чернила вот так вот капельками мелкими распределились вот такое сердечко и кошечка мне она показалась самой красивой вот здесь блестки и вот сами чернила так очень красивая падали вот они распределились это все спиртовые чернила вот эти вот красный розовый пилы м м м м м м Субтитры создавал DimaTorzok 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 И результат всегда будет очень классным Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok